Привет, это Олесио. Надеюсь, у вас все хорошо. Говорю с вами сегодня из Туркин, Южная Англия, из Гавани, как вы видите. И в этом видео хочу поговорить с вами о очень важной теме технического анализа. Я думаю, это самый важный урок, если вы занимаетесь техническим анализом графиков на любых рынках. Так что давайте просто прогуляемся и поговорим об этом. Насколько мне известно, вы знаете, как трейдеры и как технические аналитики, мы всегда должны быть скромными. Мы всегда должны быть скромными. Потому что, ребят, послушайте, я думаю, вы знаете, вы можете делать так много технического анализа, как хотите. Но факт остается в том, что рынку все равно. Почему рынок должен переживать из-за чего-либо анализа? Рынок будет делать то, что он хочет. И мы также должны помнить, что рынки вероятностны. Движение цен любого рынка, фондового рынка, биткоина, золота, они все управляются хаосом. Все рынки нелинейные и управляются хаосом. И по факту очень сложно предсказать направление рынка, потому что в природе своей рынки непредсказуемы. И что касается теханализа, мы действительно должны быть очень скромными и помнить, что рынки будут делать, что они хотят. И это означает, что нам нужно менять свое мнение, когда рынок говорит нам, что он не собирается делать то, чего мы от него ожидали. И это приводит меня к следующему заключению. Очень важные вещи, которые нужно помнить. На графике у вас всегда должен быть ключевой уровень, который говорит вам не о том, что вы правы и ваш анализ верный, а наоборот о том, что вы абсолютно неправы в своем анализе. Потому что, слушайте, я думаю, многие люди, я думаю, все из нас, мы хотим, чтобы наш анализ был правильный. Конечно же, это так. Когда мы делаем технический анализ, мы люди, мы хотим, чтобы наш анализ оказался правильным, и чтобы наши предсказания были верными. Это человеческая природа. Но я уверен, что вы знаете, что есть такая тема, как... Есть очень плохая штука, это уклон подтверждения, сдвиг подтверждения. Это когда вы верите в то, что вы хотите верить, и отрицаете противоположный взгляд, противоположные доказательства. Так что нам обязательно нужно иметь уровень на графике, ключевой уровень. Это может быть зона, может быть линия на графике, как вам больше нравится. Может быть даже скользящая средняя, если вам нравится. Но этот уровень должен говорить вам, что если цена пройдет дальше него, то ваш анализ неправильный. Давайте я дам вам пример. Давайте скажем, что вы смотрите на треугольник, который пробивается наверх. И давайте скажем, и допустим, цена из него пробивается наверх. Но потом разворачивается и падает снова ниже. Что говорит вам движение цены? Оно говорит вам, что, скорее всего, ваш оригинальный анализ, ваш первоначальный анализ был неправильным. И что вы должны сделать? Это всегда иметь уровень на графике, который скажет вам... Давайте скажем, цена пробилась из паттерна, из треугольника. Вы думаете, что она пойдет наверх. Но потом, когда цена все-таки проваливается и идет ниже, и это, оказывается, ложный пробой, и доходит до вашего ключевого уровня, вы понимаете, что окей, я был неправ. Это неправильный анализ. Или давайте другой пример. Допустим, цена пробивает трендовую линию. Это обычно очень простой и бычий паттерн. Многие учебники скажут вам, что когда цена пробивает нисходящую трендовую, это бычий расклад. Но что, если цена снова падает ниже трендовой? И это говорит вам о том, что ваш первоначальный анализ неправильный. Потому что, опять же, рынки могут делать все, что они захотят. Нам нужно быть обязательно скромными и не отрицать этого. Мы должны быть готовы к тому, что рынки скажут нам, что наш анализ неправильный. Так что, моя точка зрения здесь такая. Если вы делаете технический анализ, всегда имейте уровень, ключевой уровень на графике, который скажет вам, что риск увеличивается, и, скорее всего, ваша первоначальная точка зрения окажется ложной. Но, конечно же, многие люди не станут этого делать. Еще один пример. Цена пробивает сопротивление из канала, и после этого, несколько дней спустя, падает снова обратно. И если вы думали, что пробитие сопротивления – это был бычий сигнал, то, когда цена снова падает вниз, это вам говорит о том, что это был потенциально ложный пробой или бычая ловушка, как это ни назовите. Так что это означает, что если такое происходит, у вас должна быть линия на графике, где вы поймете, что ваши оригинальные ожидания, бычьи ожидания, были неправильными. Так что я надеюсь, вы запомните этот ключевой урок, и будете всегда иметь на графике эту линию, и всегда будете готовы к тому, чтобы изменить свое мнение, потому что рынки постоянно меняются. И как трейдер, и как аналитик, вы всегда должны быть готовы к риску и иметь такой уровень, который скажет вам, что ваш анализ был абсолютно неправильным. Это поможет вам снизить риск, лимитировать ваш риск. И тогда вы будете делать то, что каждый профессиональный трейдер или аналитик должен делать. Окей, ребят, надеюсь, это видео было вам полезно. Всего хорошего. Пока-пока.